Друзья, всех приветствую на торговой сессии пятницы. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Сегодня, друзья, на повестке экономического календаря блок макроэкономических данных из Англии. Ждем отчеты по ВВП и промышленному производству. Выйдут они прямо скоро в 6.00 по GMT. Эта статистика важна для нас, потому что мы следим за британской валютой и в последнее время, понимаем, не было каких-то локальных катализаторов, которые могли бы нам помочь разобраться в общем положении дел именно экономики Великобритании. А делать это нужно, потому что ранее мы настраивались на довольно агрессивный подход банка Англии в вопросе дальнейшего повышения ключевой процентной ставки из-за того, что инфляция в Англии остается на самом высоком уровне среди всех развитых стран. Поэтому чем лучше будут макроэкономические данные, тем, соответственно, больше будет уверенности у британского регулятора продолжать действовать в том формате, что и раньше, повышать ставку, не думая о каких-то совсем прям печальных и мрачных последствиях для экономики таких решений. Кроме того, сегодня в 12.30 по GMT еще один отчет, который поможет нам проанализировать несколько с другой стороны инфляцию в США. Это промышленная инфляция, которая измеряется индексом цен производителей. Также считаю, что нужно обратить внимание прежде всего на базовый индекс цен производителей, который может дать более чистую картину того, что происходит с промышленной инфляцией и потенциально под конец текущей торговой недели. Этот релиз точно может потянуть на статус еще одного катализатора для движения американского доллара. Давайте обо всем в порядку. Я предлагаю под закрытие текущей недели не добавлять уже в наш портфель какие-то новые торговые рекомендации. Очень рассчитываю на то, что сегодня мы будем говорить о более низких ценовых уровнях по индексу доллара и, соответственно, сложатся идеальные условия для набора торговых позиций. Но, видимо, придется еще немного подождать. Хотя какая интересная реакция доллара была на вчерашние макроэкономические отчеты, учитывая, что в моменте американской валюты индекс доллара обвалился практически до уровня 101.50. Так, давайте начнем с рынка нефти. Текущие котировки 86.33 доллара за баррель. Максимум вчерашнего дня 88. Ну, по волатильности нефтянки, я думаю, вы видите то, что наша цель 90 долларов за баррель, она более чем реалистична. И нефть легко может прошагать в рамках одной торговой сессии около 5%. Новостной фон остается прежним. Рынок анализирует соотношение спроса и предложения. Ранее были комментарии с отсылкой на ОПЕК, на ряд инвестиционных банков относительно того, что действительно спрос и предложения повышаются в глобальном плане, но предложения значительно отстают, потому что страны ближневосточного картеля пока что придерживаются цели, как они отмечают стабилизацию рынка. Ну, мы прекрасно понимаем, что здесь можно поставить знак равно и сформулировать это как максимизация прибыли. Им это действительно удается, потому что котировки растут и на фоне этого роста периодически слышим от представителей той же самой Саудовской Аравии о том, что они готовы предпринимать дополнительные меры для того, чтобы поддержать эту стабильность. Эти меры как раз предполагают, возможно, либо продление прошлого решения о добровольном сокращении добычи, возможно, до конца этого года, либо потенциально даже новые изменения квоты по производству. Последние новости. Международное агентство также ожидает дефицит на рынке нефти, причем даже не к концу этого года, а к концу этого месяца. Были тоже попытки нам, наши попытки проанализировать общее состояние рынка, дефицитности на основании показателей спроса и предложения. Ну, мы, в принципе, тоже приходили к цифрам того, что дефицит может составить около 2 миллионов баррелей. Сейчас вот уже какие-то более-менее официальные оценки. По прогнозам Сити, нефть Brent может достичь 95 долларов за баррель уже до конца этого квартала. Я, в принципе, не сомневаюсь в том, что котировки точно превысят 90 долларов, за баррель и прошагают дальше до 100 долларов за баррель. Условия для этого идеальны. Индекс доллара 102.39. Как это ни странно, но даже после данных по инфляции, такого важного макроэкономического события для рынков, мы говорим об уровнях, которые были достигнуты индексом доллара ровно до выхода этого отчета. Обычно не так, но есть то, что есть. Вчера, конечно же, мы анализировали данные по инфляции. По факту цифры, которые вышли, общий индекс потребительских цен вырос с 3 до 3,2%. Прогноз предполагал повышение показателя до 3,3%. Мы с уважением относились к этому компоненту, но нас больше всего интересовал базовый индекс потребительских цен, потому что он напрямую и влияет на действия американского регулятора. Базовый индекс потребительских цен снизился в соответствии с нашими ожиданиями и прогнозами, потому что консенсус, прогноз предполагал, что индекс базовый останется на прежнем уровне 4,8% в годовом выражении. Мы же предполагали и ожидали снижения до 4,7%. По факту получили эту цифру. И общий фон также немного был усилен еще и слабым отчетом по американскому рынку труда, по первичным заявкам на пособие по безработице, потому что их количество на прошлой неделе достигло 248 тысяч с 227 тысяч, и значение 248 тысяч было выше прогноза. Первая реакция – это обвал доходности американских облигаций. Ниже 4% в десятилетки улетели, индекс доллара, как я уже отмечал, коснулся планки 101.59. И это была логичной реакцией, потому что снижение базовой инфляции повышает значительную вероятность того, что Федрезерв не пойдет дальше на ужесточение денежно-кредитной политики и на повышение процентной ставки. Тут же смотрим на инструмент FedWatch Tool, который оценивает вероятность изменения ставки до конца этого года. Те же самые показатели, примерно около 25% вероятности того, что ставку поднимут хотя бы один раз, что мы видели до выхода отчета по инфляции. Ничего не изменилось, друзья. Это странно. Теперь нам нужно дождаться выступления Паула, чтобы он прояснил эту картину, потому что мы, наверное, как и все трейдерское сообщество, немного запутались. Вроде бы как есть индикаторы за повышение процентной ставки. Есть достаточно оснований говорить о том, что ставка уже достигла ограничительного уровня, достаточно ограничительного, потому что базовый инфляции потребительских цен снижается. Я надеюсь, что будет возможность выслушать позицию какого-нибудь авторитетного представителя Федрезерва еще до следующего заседания. Но если в ближайшие недели этого не произойдет, у нас тогда в качестве следующего важного события симпозиум Джексон Холли, где хедлайнером будет Джером Паула. Он, собственно, будет открывать это мероприятие, и он точно прокомментирует перспективы американской денежно-кредитной политики. Я же для себя делаю вывод, что раз базовый инфляции потребительских цен снизился, то пока что короткие позиции остаются в приоритете. Золото 1913 долларов за тройскую унису. Сегодня, конечно же, мы не будем набирать длинные позиции, потому что, как и ранее отмечалось, этого нельзя делать, когда сантимент траничных настроений указывает на то, что толпа в покупках. И этого нельзя делать, потому что доходность американских облигаций держится выше 4%. Сейчас снова она составляет 4,11%. Я допускаю, что по итогам этой недели, когда выйдут данные по Американской комиссии торговли товарными фьючерсами, релиз CFTC, мы снова увидим сокращение коротких, точнее сокращение спекулятивных позиций от институционалов. Это будет вполне логично, учитывая то, что золото всю неделю снижается. Но также надеюсь, что после теста поддержки 1900 долларов за тройскую унису на следующей неделе уже будут возможности увидеть изменения рыночного сантимента и для нас условия для открытия фланговых сделок. Британская валюта 1,2680. Ждем отчеты по ВВП промышленному производству. Ожидания довольно неплохие по обоим показателям. И я надеюсь, что эта статистика сможет реанимировать, оживить интерес к британской валюте. Собственно, осталось только дождаться выхода этих данных. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!